Бывший министр экономического развития России отказался признавать вину. Алексей Улюкаев назвал процесс удивительным следствием. В нем потерпевший Игорь Сечин превращается в мнимого свидетеля, который, цитата, «растворился между Хантамансийском и Римом». С подробностями из зала суда наш корреспондент Алексей Александров. Последнее слово у бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева не было долгим. Он говорил около 15 минут. Свою вину в получении взятки в 2 миллиона долларов он так и не признал. Его адвокаты считают это провокацией со стороны Роснефти. Организатором схемы называют генерала ФСБ Олега Феоктистова. Версию следствия о том, что Улюкаев вымогал усечь на взятку, показывая ему два пальца на ласкане пиджака, защитники также считают недоказанной. Ранее обвинение попросило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Этот срок в 10 лет сам Улюкаев сегодня сравнил для себя со смертным приговором. Окончательное решение по делу бывшего министра экономического развития России за Московский суд Москвы вынесет 15 декабря.